коллеги всем добрый вечер сегодня 19 апреля понедельник записываю для вас актуальный видео обзор по альткоину xrp конечно же ripple вот почему смеюсь много вопросов постоянно по альткоину ripple приходит что делать вот мы дошли до второй цели до продавать не продавать я вообще не купил xrp что мне делать куда мы можем прийти скорректироваться куда мы можем упасть вместе с биткоином сформировать очередной диапазон накопления ребят я все сегодня расскажу от а до я и локально и глобально что делать если сработали стоп лоссы когда не стоит торопиться и обращу ваше внимание на те же самые опять же рабочие с этапы ppr и поглощение рекомендую видео посмотреть от начала до конца включить ускоренный режим 150 ну и также воспользоваться можете тайм-кодами они есть в описании и в первом прикрепленном комментарии по актуальным обзором bitcoin разворот или коррекция видеоролик естественно еще актуален что купить вместо bnb также рекомендую посмотреть про неплохую замечательную монетку в долгосрок вот и в конце этого видео определю двух победителей доступа закрытый канал на два месяца согласно видеоролику который снял про bitcoin и разворотные сетапы про которые как раз таки сегодня также в очередной раз я вам донесу некоторую информацию видео а в этом видео тоже будет розыгрыш все просто любой комментарий подписка на youtube канал трейдер 80 на 20 обязательно подпишитесь коллеги на паузу нажмите на канал трейдер 80 на 20 telegram здесь я достаточно много даю полезной информации на мой взгляд да ну и соответственно обучающих постов буду больше теперь давать публикации до психологических что касается синдрома упущенной выгоды естественно все анонсы фундаментал ребят это безобразие на мой взгляд инсайдер coinbase продали акции на 154 миллиона долларов сразу после айпио ну что в принципе я предполагал и многие со мной согласились за то что ну попахивает лохотроном altcoin залистили если учитывать сам листинг то seo coinbase продал на листинге 71 процент всех своих акций а финансовый директор просто взял и продал все свои акции ну естественно им акции достались за меньшие деньги и вообще было продано на 5 миллиардов долларов акции coinbase вот кто-то может со мной поспорить и сказать довольно таки очевидные вещи что для успешного листинга акции на nasdaq требуется продажа необходимо предложение да для того чтобы все прошло замечательно камон 71 процент продал директор финансовый скинул все тут уже вопрос не в том что необходимо рынку предоставить предложение это всего лишь 154 миллиона долларов помимо вас там на 4 и 6 миллиарда продали но это на мой взгляд это безобразие это не уважение вообще всем тем к тем к тем лицам к тем людям которые поверили все-таки то что здесь все будет прекрасно да и таких продаж не будет когда они будут откупать но я считаю на медвежьем рынке медвежьем рынке 200 250 200 долларов за одну акцию coinbase вот и купит в общем все сказала условия простые еще раз подписка на youtube канал любой комментарий и ребят трейдер 80 на 20 telegram не забываем ну что ж начинаем альткоин xrp ripple по бирже полоникс к usd коллеги эту недельку я вам показывал до всего этого пампа до всего роста знаете зона 27 почему покупал знаете объяснял 1000 раз еще здесь да в принципе все мы здесь стояли вблизи зоны 27 дальше зона 60 18 коррекция от падения именно от падения естественно да пока что здесь нет какого-то супер восходящего тренда как у ольткойна доги вот и получается она не более то есть вот у нас идет дамп 18 года диапазон накопления в зоне 27 волшебная зона которая работает да по фибоначи если правильно определять и памп куда мы дошли до зоны 60 18 ребят в том обзоре и позапрошлом говорил 1 и 7 1 5 1 и 7 по зонам дисбаланса и могут дотянуть до 1 и 9 без каких-либо серьезных коррекций мы дошли почти ровно до 1 и 9 максим был но не почти мы пошли почти дошли до двух долларов максимум был доллар 96 отсюда мы увидели коррекцию да согласен мы увидели коррекцию снижение вместе с биткойном но тем не менее ripple в принципе без коррекции дал максимум на который я по крайней мере рассчитывал вот теперь будем смотреть что возможно какие ну какие события могут предшествует дальнейшему допустим росту но про fundamental давайте все-таки чуть позже по уровень фибоначо в целом все сейчас 23 6 это бычий уровень моего но мы его прошивали да по хорошему чтобы расти дальше необходимо можно видеть проколы доллар 15 доллар 10 но закрываться желательно всегда выше доллар 20 в идеале сформировать здесь какой-нибудь даже пусть элементарный паттерн какой-нибудь из классического тех анализа на недельном таймфрейме фринт в принципе я считаю что здесь подойдет для дальнейшего импульса уже с пробоем 61 8 с уходом там в 270 250 270 я думаю это следующие цели глобальная по xrp откуда может быть опять же коррекция до худший вариант это если мы скатываемся опять нулевой уровень то есть вот сюда да я здесь примерно в этой области формируем очередной диапазон накопления от двух и более месяцев но я не считаю что мы опять сольемся да как это было допустим здесь и сразу полетим наверх здесь мы стояли с 21 декабря по 29 марта получается ренвай февраль марну три месяца до здесь стояли ну и соответственно тоже самое может быть здесь но уже дно я думаю может сформироваться в районе 45 70 может быть 80 центов плюс минус да если параллельно с биткоином ripple ну естественно уходит на коррекцию пробивает 23 6 закрепляется ниже как это было допустим здесь дамы нулевой уровень по фиба пробивали закреплялись ниже уходили вниз здесь мы его не брали здесь мы проваливались ниже вот и то же самое в принципе может быть аналогичная ситуация с уровнем 23 6 но это как верхушка айсберга я бы сказал самый важный уровень здесь 61 8 зона 1 и 9 видите до 1 и 9 начинается с 50 уровня и выше вот нулевой уровень важный и естественно зона 27 так теперь переходим ну к внутренности можно сказать да то есть я имею думаю берем график уже по зонам дисбаланса уже сейчас перейду я на дневку прежде чем перейти на дневку хотел бы сказать что опять же вблизи того же нулевого уровня я решил отметить недельную зону дисбаланса глобальную поддержку до который при медвежьем рынке здесь может выступить уже так сказать сопротивлением для медведей да мы грубо говоря здесь можно сформировать диазбазон накопления ну как раз таки 80 центов и 45 47 центов это глубина вот этой зоны было ли такое на истории ребята целый график смысла нет брать здесь достаточно просто bitcoin упал ну не упал просто падает посмотрите обзор в bitcoin достаточно взять вот этот диапазон на недельном таймфрейме был памп мы пришли в эту зону сформировали диапазон накопления ушли наверх достаточно взять этот диапазон вот здесь был мини памп пришли снова недельную зону дисбаланса поторговались в этом месте да мы пробили понятно здесь медвежий был рынок самый разгар диапазон накопления и потом пошли наверх поэтому больших причин для того чтобы не видеть ripple ниже то есть там район 75 там 47 центов может быть 50 но их на самом деле нет единственная большая причина почему я не продаю ripple с портфеля вы знаете я одну продажу осуществил я чуть позже скажу почему вот но там была закрыта сделка ксапе btc и не более да почему я не продаю потому что все же сравнивать вот этот диапазон с этим еще более-менее да то есть мы можем допустим еще снова сюда прийти окей то есть но как больших переживаний не будет почему потому что но ripple что репла еще ничего не началось разворота не было это был рост до 1 9 всего лишь в рамках этого сезона те же 800 там процентов 900 тысяч это вообще ни о чем но по большей части тысячи у тех кто средне низко да это не о чем вот поэтому большой большим отличием является то что все-таки здесь уже огромный диапазон накопления он был сформирован поэтому я все же решил оставить ripple для движения наверх и об этом решении еще сообщил ранее на движение наверх вплоть 5 долларов в плюс то есть дешевле я продавать скидывать долгосрочного портфеля я не буду хотя в телеграм-канале трейдер 80 на 20 еще раз как сказать рекомендую да поставьте на паузу посмотрите посты перейдите телеграм-канал ссылка в описании посмотрите посты про доминацию биткоина провалить сезон посмотрите пост про эту монетку кстати неплохая монетка для откупа я скидывал ну понятно 3x я раньше скидывал лайткоин скидывал по этой же фибоначи вот она недельная фиба да ну точнее вот здесь у вас на экранах не недельная фиба я раньше показал здесь недельная фиба и tc fair classic недельную фиба отработал и ребят еще давайте на секунду прям буквально это сейчас собьетесь вот она недельная фиба на xrp то есть и tc там даже выше прошел вот сюда да и потом откатился вот xrp слабее он дошел тоже до зоны 61.8 и сейчас откатился в принципе он сделал все то же самое что другие топовый альткоин но не все да я не говорю про кардана понятное дело молчу про догикоин хотя догикоин это мусорная монета абсолютно бестолковая да монета ради шутки но сейчас кто-то скажет да она выросла там на 10 тысяч процентов или на сколько да и что это не делают ее не мусорной монетой да вот поэтому здесь конечно рипа пока что еще не показал абсолютно ничего вот поэтому ребят на недельки я беру вот этот диапазон и дневку смотрите я все лишнее убрал это зона глобального сопротивления мы сюда сходили сейчас откатили ребят здесь сделка была раньше кстати на 100 плюс процентов кто здесь заходил я думаю надеюсь вы свои деньги забрали из рынка вот и сейчас последняя сделка могла быть у вас вот здесь вот здесь выбило стоп лосс прекрасно что выбило стоп лосс почему потому что в очередной раз может кому-то это напомнило да то что сделок без топов быть не может до природе вот но вам любом случае намного лучше чем тем кто купил рипа вот здесь потому что у них сейчас опять же просадка до 40 процентов доходило поэтому задавайте вопрос надо вам это или нет если речь идет о торговле то естественно на хаях это только торговля то у вас стоп лосс и это прекрасно и не более я удалил уже зоны вот у нас дневка дневная зона дисбаланса я думаю все и все и каждый видит кто смотрел обучающий видеоролик он есть закрепив телеграм-канале за как торговать зону дисбаланс перейдите посмотрите как только у вас будет время вот вы эту зону спокойно определить пока что мы сюда сходили ровно можно сказать цен в цен доллар 13 доллар 15 это снижение еще в этот диапазон обсуждали еще ранее да вот и пока более ничего не происходит вот но так как нам важен риск то мы сразу да и вы сразу должны были здесь конечно посмотреть будете вы это торговать или нет со стопом в 30 процентов я не торгую 30 очень редко торгую когда стоп лосс 30 процентов поэтому ребят вот эта дневка эта зона куда ripple до пришел и может здесь еще походить вот поэтому моя рекомендация на мой взгляд это будет справедливо и без всяких фантазий по отношению к этой монете это дождаться пока ripple немножко остынет постоит в этой области и здесь формируется зона дисбаланса с риском не 30 процентов плюс а соответственно не более 20 процентов это может быть движение но сейчас продолжено да это может быть какой-то диапазон месяц полтора-два соответственно зона дисбаланса и от нее уже спустя время может быть какой-то импульс вот здесь мы отмеряем зону дисбаланса здесь ставим стоп лосс 15 20 процентов 10 процентов заходим в сделку и берем сделку на пробой вот этой зоны сопротивления на четырехчасовом таймфрейме здесь зона сопротивления на четырехчасовике хорошему даю можно границу верхнюю поднять вообще по-хорошему да мы до нее уже дошли это было 19 апреля в 7 утра вот он зоны сбаланса отсюда слив боковичок слив объема все как по учебнику грубо говоря да вот пока что мы ее не пробили какая альтернатива спросите вы что делать если ripple допустим сейчас вот ты не торгуешь там дим допустим да я не торгую 30 процентов для меня это тоже много что делать ребят но все просто опять же разворотный сетап что такое разворотный сетап это не значит что вот риппл здесь торгуется риппл стоит доллар 27 значит блин доллар 27 это же не 2 доллара значит пора покупать ребят это логика просто ну на мой взгляд дурацко нет такой логики в трейдинге не бывает есть условия для входа в сделку либо нет условия для входа сделка другого не дано у вас есть лимитный либо рыночный ордер у вас есть стоп-лосс у вас есть цель если цели нет держим до профит который устраивает правильно где здесь точка входа по большей части и и нет поэтому альтернатива даже если мы вот допустим раз и уйдем наверх или уйдем наверх вот таким образом то торговать вот эту зону продавца зона продавца сразу можно посмотреть риск тут вот это линия совпадает с верхней границы можно прям померить ориентирую нас ну 20 почти 20 процентов что делать если для вас такой стоп-лосс большой коллеги допустим 1000 долларов вы привыкли терять на сделке когда вы заходите в трейд и вы закладываете риск 100 баксов то есть одна сделка стоп-лосс 100 баксов 10 процентов от объема входа средств если у вас стоп-лосс по цене идет 20 процентов что нужно сделать терять 200 нет на мой взгляд нет почему потому что это уже дискомфортный стоп-лосс соответственно нужен объем входа сделку меньше два раза то есть вы заходите на 500 долларов вам выбивает стоп-лосс 20 процентов вы теряет сколько правильно 100 баксов привычный для вас стоп-лосс поэтому если стоп-лосс 20 процентов а вы привыкли к 10 допустим то ставим просто объем входа в сделку меньше вот поэтому подытожить если ripple грубо говоря вот этот диапазон который у нас есть то я бы дождался разворот разворот при закрытии выше 2 10 и выше то есть закрепляясь на четырех часовом таймфрейме либо естественно дневка на коррекции то есть даже без коррекции уже торгует здесь закрывая здесь можно заранее выставить лимитку доллар 78 и заранее поставить стоп-лосс на доллар 44 до доллар 44 соответственно вас здесь будет стоп-лосс 20 процентов это сетап на разворот сейчас же говорить о том что ripple развернулся нельзя торговать эту зону можно ли да но здесь 30 процентов я такое не беру если кто-то взял дневная зона сбаланса понятная очень легкая как и здесь да хотя здесь выбило стоп-лосс это тоже нормально при сливе битка если сейчас биток биткойн допустим идет еще на 10 тысяч вниз понятное дело мы увидим с вами вот эту недельную зону здесь удивляться нечем рынок так работает рынок так устроено льется bitcoin льются альткоины сожалению это так было бы конечно за счастье да если бы это было не так и каждый инструмент двигался по-своему поэтому ребят здесь такой расклад на мой взгляд самый оптимальный на сегодняшний час на сегодняшний день как можно торговать ripple как можно было торговать ripple раньше я вам показываю точки входа давал на сто плюс процентов и зоны инвестирования давал поэтому ничего не выдумывал что раньше что что сейчас ничего выдумывать не нужно выбило стоп-лосс хорошо если выбило стоп-лосс у меня есть люди которые мне пишут говорят мне выбило стоп-лосс на репле ужас мне очень там грубо говоря плохо я не уж не буду там озвучивать матерные слова что эта монетка такая-сякая ребят когда вам бивает стоп-лосс и вы впадаете в такую истерику это значит что это не ripple плохая монета значит что вы плохой трейдер не в обиду почему потому что ну как хороший трейдер может зайти в сделку с повышенным объемом входа стоп-лосс который он эмоционально психологически не готов затащить но грубо говоря не готов увидеть стоп это же не кнопка бабло это трейдинг здесь не может быть такого что ты обязательно будешь прав правильно вот даже тупо из из логики это ошибка трейдера поэтому все стоп-лоссы ребят если они вам доставляют дискомфорт значит вам необходимо уменьшить депозит вам такой бесплатный совет который я говорю уже третий год так следующий анализ это трендовые линии фибоначчи да все кто не первый день подписан на канал все прекрасно понимает знает и принимает факт что это действительно работает до трендовые линии фибоначчи отрабатывали самая большая сумасшедшая сейчас фибоначчи находится на xrp одна из самых больших там сотый уровень 45 центов нулевой уровень это 188 мы увидели с вами коррекцию при сливе битка 61 8 зона 61 8 то есть понедельки мы ударили в нисходящую недельную глобальную фибоначчи 61 8 подневки на рост фиба мы с вами пришли в зону 61 8 который находится также вблизи вот этой исторической трендовой линии в рамках опять же того поста который я вам выложил прямо до обвала да то что обратить внимание на сетап ppr новый сета почти ппр я его назвал так почему потому что мы там буквально несколько пунктов пунктов если не добиваем до закрытия свечки пин-бара но я считаю что это все-таки пин-бар я его поэтому назвал почти ппр он отрабатывал на истории и так далее ребят посмотрите видеоролик пожалуйста по биткоину будет вам будет очень полезно да соответственно вот этот видеоролик и соответственно предыдущий видеоролик по битку еще в рамках обучения обучающего бесплатного видеоролика естественно мы про них поговорим я его немножко опять перенес потому что волатильность на рынке повышена есть чем заняться да есть много вопросов на которые я хочу также ответить в обучающем ролике смотрите на дневке что было раньше давайте тоже пройдемся по сетапам на максимумах на экстремум смотрим вот он ппр вот он ппр закрываемся нежилое закрываемся нежилое вот он ну нет здесь не ппр согласен здесь теней не очень много ну вот по большей части ппр вот поглощение еще один сетап который разбирали да далее ну на лаях тоже их много я сейчас не буду их показывать ну вот допустим да мы стояли там какой-никакой рост увидели вот поглощение допустим вот поглощение вот ппр стоп вот вот здесь давайте домашнее задание вам про смотреть этот график на сетапы ппр и поглощение дальше что здесь бычья свечка идет вот он пин бар с тенью и вот где получается вот здесь свечка закрывается ниже вот этого пин бар и пиар дальше так ну давайте всю историю ну вот вот хорошо давайте еще по экстремум пройдемся пин бар тень снизу но тем не менее больше 50 процентов этой тени вот мы закрываемся ниже вот этой тени опять же в рамках того ролика который я уже записал по битку что здесь на экстремумах так секунду что здесь еще было на экстремумах посмотрите вот этот отрезок отрезок получается это ноябрь двадцатого уже года идет получается смотрите на экстремум опять же вот ппр стоп бычья свечка пин бар закрываемся ниже лоя бычья свечка пин бар вот эту свечку закрываем ниже вот этого лоя обратите внимание тогда кстати рекомендовал скинуть и закупаться вплоть до 18 3 если помните да так по лоям пока не будем ходить может а то сейчас затянется видео и давайте смотреть лан давайте сразу смотреть что сейчас вот все вот у нас идет рост обратите внимание на всем восходящем тренде никакого сетапа здесь на разворот нет 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 здесь не поглотили нет вот здесь есть сетап нет сетапа вот здесь есть сетап а надо посмотреть что здесь видно бычья свечка есть есть свечка с тенями сверху вниз более 50 процентов тела это тени есть есть а это что такое закрывающая сетап свечка где она закрылась ниже вот этого лоя закрылась закрылась правильно с доллар пятьдесят мы увидели после этого сетапа снижение доллар двенадцать видите отработал тоже да на максимум почему не продаю ну потому что план не продавать портфель я имею долгосрока да во первых здесь ничего еще абсолютно не отработал фундаментал не отрабатывает ничего не отрабатывает здесь есть большая фибоначчи какая сейчас актуальная цель 270 обратите внимание 270 вот эта цель идеально бьется с максимальной отработкой зоны 27 понедельной фиба если не вспомнили эту перемотайте по тайм-коду до недели фибоначчи плюс здесь трендовая линия поддержка поэтому здесь вблизи доллара и вблизи вот этой дневной зоны дисбаланса который я указал по зонам дисбаланса моментом ранее если все будет хорошо если биткойн не прольется то мы здесь можем отбиться и уже достигнуть эту цель пока я продавать не буду вот поэтому bitcoin к поэтому прошу прощения ripple ребят по фибоначчи пока все окей то есть мы увидели с вами коррекцию и сейчас видим всего лишь навсего корреляцию с биткоином если мы ушли на медвежий рынок то увы я его не смогу продать ripple потому что опять же мой план не входит ripple продавать из портфеля который долгосрочный быстро резко да и паниковать вот здесь я не собираюсь вот поэтому но для тех у кого нет ripple у вас возможно будет возможность вблизи доллара рассмотреть по зоне дисбаланс спокойно войти со стопом и уже там плюс 100 200 300 процентов держать и докупить можно будет вблизи 70 центов 70 80 ну там 50 от 80 до 50 центов следующая зона интереса для тех у кого нет репла еще раз доллар 02 доллар 03 первая покупка вторая покупка вторая ну смотрите вторая покупка давайте между 80 и 50 центами средняя там идет 65 до если не ошибаюсь да вторую покупку я сделана при цене 65 центов вот и все вот все то есть у кого вообще нет ripple можно сделать эти две покупки но вот эту энную часть денег энную часть денег поделить на 3 на 3 равные доли вблизи доллар близи не вблизи от за 65 центов а третью долю оставить на случай если медвежий рынок сейчас ваш уже начался медвежий рынок и соответственно вы сможете докупить ripple с моей помощью я вам помогу вот здесь на сетапе на разворот докупить ripple и уже пойти на новый восходящий тренд вот поэтому я считаю что оптимальные цены для учитывая хорошие цены на снижение на репле сейчас такие которые я озвучу третью часть составляете на случай форс-мажор не знаю третья волна коронавируса почему нет к сожалению она может нас она уже настала поэтому рынке не застрахованы от таких моментов да не фибоначчи зоны сбаланса естественно если будет опять что-то шокирующее то мы можем пройти вот сюда да куда я сказал 65 центов да и соответственно можем дойти даже ниже поэтому ребят если вы все мои зоны которые я вам рекомендовал к откупу где уже давно давно хорошие проценты на прибыль да у всех абсолютно людей если вы вообще все пропустили первый раз смотрите видеоролик то я бы поступил таким образом и закупался на таких целях если бы у меня не было ripple если бы я был на вашем месте ну и соответственно держал самое ранее 270 и уже соответственно выше 270 это если вы ну не хотите держать долгосрок допустим долгосрок если хотите то я ну вы знаете мое решение раньше пяти баксов не продавать портфель именно до торговать в принципе можно можно там краткосроки закрывать и так далее вот точки входа в видеобзорах я тоже даю да так и последнее так последнее это график xrp btc мне даже хейтили за это в личку писали как так ты говорил xrp btc будешь держать да ребят рука дернулась тоже есть эмоции есть цифры которые меня устраивают я решил закрыться да и соответственно учитывайте то что биток биток когда я выделял на план откупа да то есть меня было там три цели три покупки я уже написал то что я оставил от 16 21 26 25 и решил одну позицию закрыть я выделял биткоин еще при цене 8000 долларов до соответствии часто на 60 тысяч долларов и соответственно один биткоин купленный за рипл рипл за 750 сатош да соответственно купленный за один этот биткоин в итоге весь этот план реализовался на 2184 процента профита чистого к юсдт если считать да если считать только к битку то соответственно 275 процентов поэтому да у меня рука дернулась и я уже говорю что я не робот не железный человек да то что у меня бывает я закрываю позиции раньше хотя мне есть есть и был план держать но тем не менее 16 21 и 26 25 я оставляю ребят все эти цифры включая 750 сатош все эти покупки весь этот план я вот прямо с того времени соответственно вам предоставлял в открытом доступе да и соответственно закрыт то есть все то же самое вы могли сделать то есть один биткоин превратился в 275 200 и 174 тысячи долларов да на мой взгляд это неплохо по крайней мере они продал весь рипл естественно долгосрока не продал я не продал рипл за эти отметки поэтому по большей части мнения не стыдно вот второй момент я думаю вы уже догадались как вы думаете в чем он и заключается помните мои покупки xrp btc я здесь покупал вам рекомендовал здесь купить сразу был памп 178 процентов я не продал далее я сказал что я купил здесь записывал обзор далее был памп 186 процентов помните я не продал 750 сатош а вру 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 здесь купил до 750 сатош здесь я не продал да и 750 то есть я оставил и соответственно получился еще один памп и у меня уже просто ну появился спортивный интерес а что будет если продам если вот 750 все-таки продам может рипл специально полетит выше вот ну и потом опять же профит профит не неважно да то есть меня устраивает абсолютно полностью то есть у меня была продажа получается я уже да показал то что ну я вам сделал репост из приватного канала то что продал там за 28 50 плюс минус профит составил 275 процент по сути да он упал опять падает также как было здесь также как было здесь но естественно это еще небольшое падение сейчас она 23 34 но тем не менее посмотрим пусть я окажусь не прав с удовольствием с удовольствием понаблюдаю как ripple растет дальше свыше 3-4 тысяч пунктов да и соответственно вот эти покупки я уже буду держать 16 21 и 26 25 я не буду продавать и надеюсь план реализуется ребят меня дважды тут грубо говоря обломали здесь и здесь обломали после моих покупок да и ваших покупок если вы повторяете допустим вот здесь я не захотел просто обламываться потому что ну опять же тоже спортивный интерес но и цифра устраивает ребят я опущу фундаментал потому что уже 28 минут идет видеоролик много психологических моментов было с этапов показывал рассказывал да и соответственно консультив дал вот дал вам советы можно сказать по объему входа в сделку чтобы стоп лосс вас не не сильно впечатлял да вот поэтому фундаментала не будет целом там супер какой-то новой информации нет там сек еще ничего не завершено вот поэтому давайте я эту информацию отпущу и сейчас уже разыграю доступ закрыт канал на два месяца будет два победителя ну и соответственно участвуйте в этом розыгрыше да не забудьте подписаться на телеграм-канал ссылка в описании в целом я переплу все что хотел я все сказал пожалуйста работайте работайте с холодной головой так сказать с чистой совестью до принимайте решения и я надеюсь ваше решение будут действительно осознанные осознанные да они иррациональны то есть но желаю вам этого от всей души так я перехожу к видеоролику беру ссылку и давайте определим двух победителей рандомайзер в гугле можете найти его если думаете что в чем то есть подвох это анкл так китенок ты выиграл напиши в личку есть профиль в описании телеграм-канал ссылка на телеграм-канал есть в описании соответственно этого видеоролика и давайте второго и давайте второго победителя определим так лайк сразу спасибо 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 тебе боюсь неправильно выговорю поэтому пиши пиши буду рад познакомиться пиши в лично сообщение профиль есть в описании телеграм-канал телеграм-канал есть в описании этого видеоролика коллеги ну в общем я постарался все оттуда я разжевать рассказать где что покупать как реагирует на те или иные движения что есть разворот как торговать разворот что есть пин-бар что есть поглощение до показал и bitcoin обзоре тоже это показывал пишите вопросы пожалуйста вопросы по обучающему будущему видеоролику задавайте вот именно к этому обзору я все вопросы собираю я на них уже частично отвечаю сам для себя да и соответственно который для вас актуальный видеоролик обучающий бесплатный да спасибо за внимание успехов на связи пока